Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня. Будьте здоровы! Очередной выездной прием медиков состоялся в селе Гайкадзор. По следам прямой линии главы Анапы. По поручению Сергея Сергеева в хуторе «Заря» оперативно завершили установку светового оборудования на центральных улицах. Дань памяти. Открытие мемориальной доски Павлу Саркисьяну состоялось в минувшие выходные. Закрытие туристического сезона в Атамане приурочили к событию огромного значения для Краснодарского края. Такого урожая риса в миллион тонн не было с 80-го года на кубанских рисовых просторах. Начиствование рисовода в Атамане ждали самого президента. Поэтому на холодный ветер не сетовали. На видном подворье анапчане жарили картошку и пирожки, грелись у печки и, конечно же, пели и танцевали. Не надлетелися мои глазеночки, на кого хотелось. Поскольку праздник был посвящен рису, угощали гостей блюдами из риса. Перец фаршированный, пирожки с рисом и яйцом, а главное – каши. На Кубани мы живем, каши вкусные жуем. Каша сладкая из риса, лучше всякого и риса. С детства кашу кушать надо, а на слаще шоколада. Ну а на праздники, как известно, весело тем, кто веселится настроен. На подворье винодела с удовольствием шли гости из других регионов. Ростовский казак Николай продемонстрировал свои белоснежные шкарпетки. Такие вязаные носки на галушу выправляли и кубанские казаки. Замерзнуть не давали радушные хозяева подворья атмосферой доброжелательного гостеприимства. Как всегда, работники культуры заполнили весь день ярким действом. А потом на Майдане рисоводам вручали заслуженные награды. Городские службы отрабатывают поручения главы курорта. Данные им во время организованной редакции издательского дома «Все для вас, Анапа» по прямой линии. Один из позвонивших, житель хутора «Заря» Александр Анатольевич, рассказал Сергею Сергееву, что на двух центральных улицах опоры линии электропередачи заменили, а освещение не подключили. Поручение главы Анапы оперативно завершить. Начатое сегодня выполнено. Реконструкция и монтаж уличного освещения в «Заре» идет полным ходом. Силами районных электросетей здесь появились новые подстанции, заменены километры старого кабеля на современные изолированные провода. Сегодня бригады электриков выполняют монтаж уличных светильников и прокладывают воздушный кабель для электропитания. На этом поселке придется заменить около трех километров линии. Ну, она уже будет новая линия, торсады будут новые, новые светильники. Ну, все новое будет, она какая-то делать. Новые узлы учета будут, которые установлены. Вот видите, подстанция, которая вот находится здесь у нас, РУ-04. Это установлено районными сетями. То есть, качество будет хорошо, и людям будет хорошо, и детки в школу наши будут ходить, и со школы выходить по освещенным переулкам. Житель хутора Валерий Николаевич перемещается только на инвалидной коляске. До последнего времени его прогулки были ограничены только светлым временем суток. Теперь, говорит, можно передвигаться по хутору и вечером. Это очень-очень хорошее дело. Особенно, как смеркается, ничего не видно. Дорога узкая, сами видите, правильно я говорю. Пешехода нету, приходится по дороге идти. Освещение очень-очень нужно. Держи новые опоры, кабель кинули, 380, по-моему, уже лучше, напряжение будет. Вот такие-то дела. Над монтажом уличного освещения работают две бригады. Несмотря на погодные условия, все идет по плану и согласно сроку, который согласован с администрацией города. Только на центральной улице их планируется поставить около 20. После бригады приступят к монтажу на других улицах. Полностью уличное освещение в хуторе Заря заработает уже в конце ноября. Завершается первый цикл детских дней здоровья, когда врачи востребованных специальностей из городских лечебных учреждений проводят выездные приемы в сельских округах. Мероприятие организовано и проходит по поручению главы Анапы Сергея Сергеева, который поддержал инициативу общественников. Родители говорят об удобстве, медики о полезности. На одном из таких приемов побывала наша съемочная группа. Фактически готовая агитка за детскую диспансеризацию. С самого утра в коридоре амбулатории многолюдно. Здесь жители самого села Гайкадзор, а также хуторов, входящих в округ. В кабинетах принимают специалисты из городской детской больницы. Хирург, лор, невролог. Работает аппарат ультразвуковой диагностики. Всего семь докторов. Я бы сегодня хотела поблагодарить главу города, главврача детской городской поликлиники за сегодняшний день, за день здорового ребенка. Это очень важно для того, чтобы на ранней стадии определить какое-то найти, обнаружить заболевание и начать это лечение. Потому что деточки, особенно дети малого возраста, очень хорошо регенерируют, быстро растут. И если вовремя начать лечение, то очень много можно поправить что-то, чтобы они потом выросли здоровыми, крепенькими, умненькими. Очередь движется достаточно быстро. За первый час медики осмотрели около ста детей. Мурас и мама Галина живут в Гайкадзоре. О приезде специалистов на местах рассказывали всеми доступными способами. Галина о дне детского здоровья узнала от педиатра, у которого наблюдается Мурас. Врачи всегда звонят нам, узнают, как дела, когда прививки делать. Всегда звонят, интересуются после прививок, как состояние ребенка. Очень довольны. Быстро, хорошо всех прошли специалистов. Конечно, намного лучше, чем ездили в город. К этой амбулатории приписаны более 1300 детей всех возрастов. Как говорят в Горздраве, детские дни здоровья, по сути, дополняют регулярные медицинские осмотры, которые проводятся в школах и детсадах. Основная задача дней здоровья – это раннее выявление социально значимых заболеваний, это профилактика заболеваний, это привлечение внимания населения к своему здоровью, чтобы люди понимали, что самое главное – это здоровый образ жизни, самое главное – это профилактика тех заболеваний, которые сложнее лечить. Проводить детские дни здоровья в дополнение к аналогичным, которые проходят для взрослых, предложили представители территориального общественного самоуправления. Глава города-курорта Сергей Сергеев поддержал инициативу и дал соответствующее поручение. Раз в месяц бригада специалистов выезжает в один из сельских округов. В декабре завершится полный круг и начнется новый. Мероприятие пользуется спросом у селян и созвучно общегородской идеей – максимально повысить доступность медицинской помощи. История города неразрывно связана с именами людей, чьи таланты и трудовая доблесть служат предметом гордости анапчан. В минувшие выходные состоялся митинг памяти и открытие мемориальной доски Павлу Сергеевичу Саркисьяну. 30 октября 2014 года трагическая случайность оборвала жизнь председателя Анапского отделения Краснодарской общероссийской организации инвалидов войны. Почтить память Павла Сергеевича прибыли коллеги, соратники, молодые патриоты, представители городской администрации и краевых властей. Те, кто его знал, говорят только добрые и хорошие слова. От тех мальчишек и девчонок, которые росли с ним вместе, до тех, кто последние годы работал с ним рядом бог о бог. Его хорошо знают все общественные организации Анапы, потому что он пытался работать сплоченно и сообща. Его прекрасно знали и в администрации города-курорта Анапы. Это человек, который известен далеко за пределами муниципального образования города-курорт Анапы. Прошедший огонь Афганистана Павел Саркисьян за мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды. В 2001 году он был избран на пост председателя общественной организации и верно служил делу многие годы. Медали за мужество и милосердие, за вклад в развитие Кубани третьей степени, за возвращение Крыма – это далеко не весь перечень наград этого удивительного человека. Он был настоящим героем и примером для молодежи, а сегодня его имя – это пример мощи и несгибаемого мужества. Анапчане помнят своих героев, и память о земляке навсегда останется в сердцах жителей города. В Анапе сотрудники госинспекции безопасности дорожного движения провели акцию «Внимание дети». Они призывали водителей быть особенно внимательными в местах, где дорогу могут переходить маленькие анапчане, а также раздавали специальные памятки со значками. Такой значок – самое простое устройство, которое в итоге может избавить пешеходов от опасных случайностей. Его можно закрепить, например, на боковую часть школьного ранца. Это актуально для города-курорта с наступлением зимы, когда темнеет достаточно рано. Световозвращающие эмблемы, значки помогут пешеходам оставаться видимым на территории дорог в ночное время, а также сокращают риск совершения дорожных транспортных происшествий. Светоотражающие элементы можно приобрести в военторгах. Также многие производители одежды шьют одежду уже с данными элементами, которые позволяют быть заметными в ночное время суток. Впрочем, автоинспекторы говорят, что использование специальных элементов не отменяет главного правила. Детям стоит регулярно напоминать о том, что при выходе на проезжую часть нужно прежде всего убедиться в отсутствии автомобилей, а на переходе, что водитель заметил зебру и останавливается. А я напоминаю, что генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова